Привет, друзья! Вы на канале Денису Микрофона. Ну что, продолжается история с попытками депутатов запретить Украинскую Православную Церковь. Никак они не успокоятся, никак они не угомонятся. Да ты, я вижу, холоп! Не уймешься? Уже очень им хочется, как им кажется, уничтожить эту организацию. Уже прошли те моменты, когда они там рассказывают, московские попы, российская церковь, они уже не скрывают просто, что они хотят запретить данную религиозную организацию. Напомню, самую большую религиозную конфессию страны. Даже их карманные религиоведы говорят о том, что там может быть 5-6 миллионов прихожан, священников, архиереев, всего. Да, вот 5-6 миллионов, огромное количество. То есть, если посчитать, что в Украине, ну, я уверен, что, к сожалению, сейчас меньше 40 миллионов человек, то, ну, вот каждый восьмой буквально, каждый восьмой человек, это относящийся к Украинской Православной Церкви, ассоциирующий себя с Украинской Православной Церковью. И вот они дальше хотят запретить. На левом береге, через который, как мы уже говорили, озвучиваются разные мысли, вышла очередная статья авторства Ирины Федориев, или Федориев, журналистки, как она называет себя, как, по крайней мере, указано здесь в издании, о том, что на ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которые позволят запретить деятельность «московской» и «церкви» в кавычках. Не «московской» в кавычках, а «церкви» в кавычках. Причем, как мы знаем, Украинская Православная Церковь ничуть не московская, это церковь своего народа, это Украинская Православная Церковь. И церковь, она в полном понимании, и все поместные православные церкви ее признают. Потому, почему они решили написать слово «церковь» в кавычках, все это такая вот пропаганда, все это попытка разогреть некоторые псевдопатриотические чувства и, в общем-то, на них сыграть. Для того, чтобы этот вопрос вынесли в повестку, дня собрано 240 подписей под обращением к спикеру Руслану Стефанчуку. Еще около 20 народных депутатов готовы были присоединиться, но не успели. Об этом сообщил слуга народа Александр Алексеевичук, который собирал подписи в сессионном зале. Вот говорят, что этот вопрос есть в повестке дня, но он стоит едва ли не в самом конце. И вот есть у них опасения, что несмотря на то, что есть вроде бы 226 голосов, ситуация во время голосования может сложиться абсолютно по-разному. Вот считается, что во время бюджетной сессии в зале, как пишут представители Левого берега, как правило, максимальное количество народных депутатов. Но если вопрос попадает на конец заседания, но они же не могут тому сидеть, целый день-то сидеть работать, не для того мамка квытку растыла. И вот в свое время так едва, пишет Ирина Федорев, нашлись голоса, чтобы провести правки в важные проекты деколонизации. Кроме того, группа нардеп Артема Культенко, слуга народа, который является адептом Московской церкви, говорит Ирина Федорев, и мне кажется, здесь уже попахивает очередным разжиганием, может влиять на тех, кто уже подписал обращение, потому что их фамилии известны. Некоторые нардепы могут где-то задержаться во время голосования, или, как это часто бывает, испариться, вынуть карточку из слота. Но это право любого депутата, голосовать за, против, воздержаться, либо не голосовать. Это тоже право народного депутата. Юлия Клименко отмечает, что они собрали подписи, зарегистрировались. Сейчас критически важно переместить вопрос повестки дня выше, чтобы во время его рассмотрения в зале было максимальное количество народных депутатов. Она об этом говорит. Глава фракции Давид Арахамия пока не ответил, готов ли он или его заместитель Андрей Матавилович сменять порядок рассмотрения вопросов. Александр Алексеевичук говорит, что этот вопрос надо решать безотлагательно, потому что он касается национальной безопасности. Интересная мысль здесь высказана правозащитника Владимира Яворского, который обращает внимание законотворцев на несколько моментов. Конечно, здесь лучшим способом был бы запрет через суд. Закон всегда можно отменить, а решение суда вступает в силу. Да, суда это более длительный процесс, чем голосование в сессионном зале, но здесь законотворцам надо учесть, что есть большое количество организаций, формально они могут не иметь связи с РФ, потому что это каноническое подчинение не обязательно указано в уставах. Но они сами понимают, в какую тупиковую ситуацию они попали, что, в общем-то, они просто сами себя поставили в очень неудобное положение, здесь им приходится выкручиваться, вертеться буквально как уж на сковородке, но ему же очень хочется запретить Украинскую Православную Церковь, потому придумывают, как это сделать, чтобы вот и измараться-то поменьше, но с другой стороны, вот они очень-очень хотят этого. Чтобы ликвидировать имеющиеся организации, требуется индивидуальное решение о запрете каждой отдельной организации. У нас нет понятия церковь в законодательстве, а фактически церковь является совокупность очень большого количества религиозных организаций, правда, очень большого. Если смотреть на предложенное, то правительственные проекты, проект 8262, могут быть рассмотрены и доработаны. Без европейской солидарности не обошлось. Николай Княжицкий, автор одного законопроекта о запрете деятельности Московской Церкви, это цитата, отмечает, деятельность Российской Церкви надо запрещать, потому что она угрожает национальной безопасности. Наша фракция будет голосовать за правительственный проект, но будет наставить на вынесение в зал также и моего законопроекта. Он не альтернативен к правительству, но и ничто нам не мешает принять эти два проекта, как и тот проект, который поддерживает СБУ. Пакетом, так вот, все хотят принять. И также он заявляет, что вышел его фильм «Церковь без Христа» о деятельности ФСБ в Вариасах. Ну, наверное, Княжицкий, большой специалист по ФСБ, может быть, знает там немало всего. Кто знает, кто знает. Фильм я этот не смотрел, не знаю, буду ли смотреть. Насколько я понимаю, вышел он на личном YouTube-канале господина Княжицкого, но любит он использовать, почему бы нет, имеет свои телеканалы, могут и для YouTube-чика его, хиленького, но какой есть, снять. Группа доверия выступает. Кремлевского влияния на религию в Украине не должно быть. Это требование общества. И конец статьи. Общественный сектор будет следить за голосованием Верховной Ради. Кто такой общественный сектор? Кто это такие? Что это за такие великие общественники? Примерно как сироты у Ильфа и Петрова. Новая партия старушек? Это сироты. Дети по Волжье. Тяжелое наследие царского режима? Это сироты. Или кто-то другой. Я, в общем-то, не могу понять. Проанализирует результаты, которые сопоставит с подписями под обращением к Руслану Стефанчугу. Прямо по списку пойдут, кто там соглашался, а кто потом отказался. И кого за это нужно ругать. И здесь мы видим Ирина Федориев, журналистка. Что интересно, я вот совсем немножко погуглил, нашел такой вот замечательный сайт, который называется «Ирпиньюз. 10 фактов про Ирину Федориев, правда, Ирпиня». И понятно, там это связано было с какими-то их там предвыборными делами и с какими-то делами, когда они там делили власть, и там были разные группировки. Но мне понравилась ровно одна фраза в конце, которую я хотел бы с вами обсудить. И, по крайней мере, вам ее прочитать. Следует признать, что профессионализм Ирины Федориев не вызывает никаких сомнений. Она умеет манипулировать фактами, расставлять нужные ей акценты, вырывать информацию из контекста, навешивать беспроигрышные в плане дальнейшего резонанса ярлыки и, в конце концов, к сожалению, влиять на рассуждение и точку зрения людей. Вот насколько я видел, она раньше не интересовалась темой религии активной, в общем-то, ее особо не комментировала, а здесь взялась. Наверное, очень хлебное это место. Наверное, сейчас готовы бросать любых в кавычках специалистов для того, чтобы оправдать запрет УПЦ, нападки на УПЦ и продвижение религиозной структуры ПЦУ. Так что и таким не внушаются. Я не знаком с Ириной, я не знаком с ее творчеством. Просто делюсь с вами тем, что я увидел. На что еще стоит обратить внимание? Лига.нет «Я в церковь не хожу», называется статья. Рахами объяснил, почему слуга народа не спешит с запретом УПЦ. Сначала парламент должен рассмотреть более приоритетные законопроекты, чем о запрете Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Религиозные вопросы это политические позиции разных партий. Об этом в комментарии Лига.нет сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахами. «У меня есть четкие задачи. От них зависит внешнее финансирование от доноров в начало переговоров по вступлению в УС в бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки», заявил Арахами. «Пока это не будет проголосовано, все остальное я считаю политическими позициями разных партий». «По мнению Арахамии, в парламенте есть множество резонансных решений от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии. Я нахожусь над схваткой. Я ни в то, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом», добавил он. Но наблюдение такое себе над унижением миллионов людей, над тем, что их выводят вот буквально, знаете, в граждане какого-то второго, третьего сорта. Если нардеп себе позволяет, рассказывает, что он стоит над схваткой, ему все равно, что с этими людьми, ему все равно, что совершается противозаконное действие, что попирается Конституция, попираются права человека, то я даже не знаю, о чем можно говорить. Одно радует, что нет у них одного какого-то решения, как раньше, знаете, как бешеный принтер, они просто поднимали руку и жали кнопку, и в общем-то им не важно было, за кого они голосуют. Я помню, я ходил по Верховной Раде, когда был первый еще премьер, вот первый в новой команде, и они понятия не имели, кто он, но они все за него голосовали, потому что так сказали, потому что нужно. Та же Лиза Богудская, которая там последними словами кляла Авакова, тогда министра МВД, но она голосовала за него, потому что президент попросил, ну как, можно ей своим мнением поступиться, нужно же слушаться того, что тебе говорят, иначе, иначе может быть вдруг, ну я не знаю, поговаривают, да, конвертик не передадут. То есть ситуацию мы видим, она накаляется, она обостряется, и вполне возможно, что какое-то решение, по крайней мере, попытаются протащить именно на этой неделе. Потому важно сохранять с одной стороны веру, но с другой стороны трезвую голову, чтобы трезво оценивать процесс. Безусловно, будут заставлять церковь уйти в подполье, безусловно, это будет долгий, болезненный процесс, очень-очень непростой, но самое главное, нам выйти с честью из этого. Есть немало примеров, когда церковь проходила через время гонения, очищалась, становилась лучше, становилась дружней, и потом то, что она приобретала, было в разы, в разы больше того, что она теряла. И самое главное, чтобы церковь не потеряла людей, церковь не потеряла верных, своих архиереев, священников, прихожан, потому что церковь, это прежде всего люди. Поддержите, пожалуйста, канал Денису Микрофона, важно, чтобы эту правду могли слышать везде. Добрым словом, молитвенно, финансово, все ссылки в описании под видео, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, поделитесь ссылками на видео, и до скорых встреч.